В этом выпуске вы узнаете о том, почему могут сорваться сроки сдачи 4-го моста, в каком районе будут ловить автохамов и что точно не нужно делать, когда просишь прибавку к зарплате. Подробности далее. До просхода на 900 миллионов. Такая сумма потребовалась для продолжения строительства 4-го моста. Из-за заморозки финансирования объекта со стороны областного правительства консессионер был вынужден тратить собственные средства. В непредвиденные затраты вошли зарплата рабочим, оплата услуг субподрядных организаций, содержание объекта и арендные платежи. В группе компании ВИЗ отметили, что рабочих на стройке не хватает почти на 50%, из-за чего сдача объекта в декабре 2025 года под большим вопросом. Для найма дополнительных рук требуется возобновление финансирования. Напомню, в 2023 году областной бюджет приостановил финансирование стройки до получения результатов экспертизы. В июне ВИЗ получил положительное заключение. Однако со стороны Минтранса денег не последовало. Совещания по этому вопросу со стороны проводят регулярно. Но единого мнения пока нет. Временное ограничение движения транспорта ввели на одной из улиц Новосибирска. Изменения касаются Заельцовского района. На улице Деповская отремонтируют теплотрассу. Для этого сузят проезжую часть на участке от дома 4 по улице Деповской до здания с номером 108-1 по улице Кропоткина. Ограничения будут действовать до 21 июля. Автохамов на улице Титова будут ловить камеры. Комплекс видеофиксации установили возле 22 дома. Система нацелена на фиксацию нарушений пунктов 13.1 и 14.1 правил дорожного движения. Они гласят, что необходимо пропускать пешеходов. Переход в этой части улицы нерегулируемый. Водителям, которые не пропускают пешеходов, светит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ранее камера на улице Титова фиксировала только превышение скоростного режима. Охраняет организм от воздействия болезнетворных микробов и вирусов, а также от выходящих из-под контроля клеток собственного организма. Это все о предназначении иммунной системы. Ее сохранению Минздрав страны посвятил эту неделю в честь Всемирного дня борьбы с аллергией. Медики говорят, что неблагоприятно влияют на иммунитет, неправильный образ жизни, стрессы, депрессивное состояние и плохой сон. Также в числе отрицательных факторов повышенная раздражительность и неблагоприятная экология. Иммунитет напрямую зависит от того, что мы едим. Так, белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы. Существуют продукты, которые способны укрепить защитные функции организма. К таким относятся лимон, имбирь, зеленый чай, фрукты и каши из цельного зерна. Просить прибавку, не называя конкретной суммой, провальная идея. Согласно опросу сервиса Суперджоп, в течение последнего года о повышении зарплаты мечтали 40% работающих новосибирцев. Причем больше половины потерпели фиаско, из-за того, что не назвали работодателю, насколько предлагают увеличить доход. К слову, мужчины обращались к начальству чаще женщин. Вступать в переговоры о повышении зарплаты больше хотят сотрудники со средним специальным образованием. Всего 37% специалистов, закончивших вузы, вели разговор о прибавке. В основном сотрудники просят увеличить заработную плату на 20%. Размер реальный составил лишь 15%. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих. Надбавки получат должностные лица, имеющие чин или ранг. На 3 тысячи рублей повысят зарплату чрезвычайных и полномоченных послов. Выплаты увеличатся и у советников юстиции первого класса. Около 10 тысяч рублей составит надбавка для дипломатов, аташе и юристов третьего класса. Изменения в зарплате коснутся также секретарей государственной гражданской службы третьего класса. Для них надбавка составит 600 рублей. 398 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области. Это пассивные комплексы, техника для обработки почвы и защиты растений. Помогает хозяйством приобретать новое оборудование региональная программа. Субсидии компенсируют до 50% затрат на покупку комплексов отечественного и белорусского производства. Господдержка рассчитана на 43 вида сельхозтехники. В прошлом году аграрии получили почти полтора миллиарда рублей. Всего в Новосибирской области работают 8 компаний, создающих технику сельхозназначения. А импортозамещение – одно из приоритетных направлений работы. Головные боли, головокружение, слабость и проблемы со сном. Магнитные бури настигли новосибирцев. Согласно прогнозам, они продлятся с 11 по 14 июля. В зоне риска – люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Метеозависимым медики рекомендуют снижать физические нагрузки, чаще принимать контрастные душ, ограничить себя в употреблении алкоголя и вредной пищи и пить больше воды. Также следует следить за своим эмоциональным состоянием, не нервничать и не поддаваться стрессам. Спортивно-туристический фестиваль «Лесными тропами» собрал в Болотницком районе людей с ограниченными возможностями здоровья, но не ограниченной силой духа. Подробности в сюжете моих коллег. Нет ничего лучше отдыха на природе, тем более, когда он активный. Участники фестиваля «Лесными тропами» собрались насладиться красотой местной природы. Вот эта природа – это что-то. И приехали вообще. Ну, все нравится здесь. Очень даже. Все понравилось. Встреча понравилась. Нас встретили, сюда привезли. Ну, прекрасно. Несмотря на то, что мы на электричке ехали сюда. Мы в 4 часа встали, на такси до главного вокзала поехали, чтобы успеть на электричку в 7 часов. Ну, как вы думаете? Стоило. Спортивно-туристический фестиваль уже седьмой год объединяет участников из разных уголков Новосибирской области в парке семейного отдыха «Пирс» города Болотное. Именно здесь открывается простор для полета фантазии и соревновательной борьбы. Год 24-й – это год семьи. И мы действительно сосредоточили все наши мероприятия таким образом, чтобы роль семьи в жизни людей с инвалидностью была проявлена максимально широко, максимально ярко. В частности, здесь мы каждую команду рассматриваем как такую маленькую семью, маленькую ячейку нашей большой семьи, которая называется Всероссийское общество инвалидов на территории Новосибирской области. Встретились шесть команд из Советского, Калининского и Ленинского районов города Новосибирска и города Юрга. Две команды – болотницев. Участники прошли более 20 испытаний. Отдохнуть ведь тоже надо когда-то. А сплоченность, без сплоченности ничего не сделаешь. Вы посмотрите, какие игры. Здесь нужно слышать друг друга, понимать друг друга, общаться. А если команда не сплоченная, они не могут пройти. Провести слет помогли специалисты районного дома культуры и спортивной школы «Темп». Открытие было ярким, а судейство честным. Судям справедливо. По времени. За сколько времени они справляются. Они вот сосредотачиваются, перетягивают. Знают, что надо веревочку перетянуть или там это. Они переходят. Ну, молодцы ребятки. Справляются. По итогам слета лидерами среди команд стали участники из Калининского района Новосибирска. Проигравших не было. Все получили награды. Андрей Баев, Татьяна Автюхова, Андрей Новоселов. Новость ОТС. Новосибирский театр оперы и балета вошел в список главных туристических объектов Сибири. Наряду с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Алтай-Золотые горы, Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии, курортом федерального значения Белокуриха, островом Альхон, горнолыжным курортом Ширигеш и древним зодчеством Томска. Постановки новата вызывают интерес у жителей не только нашего, но и других городов России. Театр стараются посетить и те, кто в отпуске, и те, кто в командировках. Кроме спектаклей, спросом пользуются экскурсии по уникальному зданию. Напомню, Новосибирская область заняла первое место в рейтинге городов Сибири по турпотоку и десятое место среди регионов Российской Федерации. Интерес сограждан вырос в этом году на 16,5%. 36 пожаров потушили за неделю в Новосибирске. Возросло количество возгораний в дачных обществах – 16 от общего числа. По-прежнему высокими остается количество возгораний в многоквартирных домах – 5 за минувшую неделю. Эксперты подчеркивают, основная причина – неосторожное обращение с огнем. В ТОПе также несоблюдение правил эксплуатации электроприборов и нарушение правил устройства и использования печей. При этом специалисты напоминают, что летний период – самый подходящий для ремонта печного оборудования. Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, могут получить адресную помощь. В конце недели в Новосибирск вернется жара. По традиции, эти дни горожане проводят на пляжах и вблизи водных объектов. О важных правилах отдыха на воде напомнили эксперты. Купальный сезон в этом году стал рекордным по числу утонувших. Только за июнь произошло 14 трагедий с летальным исходом. В четырех случаях погибли дети. Именно поэтому родителям важно проявлять бдительность и объяснять детям, что игры, где их топят, держат под водой или сталкивают с надувных матрасов, могут привести к трагедии. Также перед заходом в воду следует обозначить запретные зоны и напомнить, что надувные плавательные средства могут лопнуть или тому хуже быть унесены течением. Поэтому лучше не отплывать далеко от берега. Если же во время купания ребенок почувствует усталость, ему следует лечь на спину, раскинуть руки и ноги и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. В региональном министерстве образования назвали самые умные районы Новосибирской области. Вернее, те, где больше всего выпускников получили максимальный балл по ЕГЭ. В этом году отличился Машковский район. Один из выпускников, Александр Иванов, получил 100 баллов сразу по трем предметам – русскому языку, химии и биологии. В целом, больше всего 100 баллов в Барабинском, Карасукском, Краснозерском, Машковском, Новосибирском, Чановском и Чулымском районах. В мегаполисе сильнее всего выделилась физико-математическая школа при НГУ. Там 100 баллов по ЕГЭ получали сразу 42 ученика. Еще 8 100 баллов воспитали в лицее номер 22. Также максимум получили 4 человека из инженерного лицея при НГТУ, образовательного центра «Горностай» и нескольких гимназий Новосибирска. Производство сыра и мороженого выросло в Новосибирской области. Последнее даже экспортируют за пределы региона. Всего в прошлом году предприятия переработали 408 тысяч тонн молока. Выросли и на дои больше, чем на 2 тысячи. Одна фуражная корова в среднем дала 6 750 тонн молока. В хозяйствах региона активно внедряют технологии. Например, умные фермы. В этом направлении, в этом техническом оснащении, в области импортозамещений, у нас в Новосибирской области есть очень хорошее научное предприятие, научно-производственное, которое уже провело апробацию своего доильного робота. И именно техническая оснастка, техническое исполнение вот этого процесса доения достаточно точное. Поэтому вот это более главное, что на территории Новосибирской области уже есть собственная научная организация, которая может с помощью оптико-электронных устройств сделать собственный российский доильный робот. В Новосибирской области вырос спрос на работников образования. В этом месяце вакансий появилось на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследования провели аналитики популярного сервиса по поиску работы. Увеличилась потребность также и в сотрудниках розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса, IT-отрасли и страхования. Ищут работодателей и маркетологов с управленцами. Кроме того, в Новосибирской области вырос запрос по работникам на производство и предприятия по ремонту машин. А вот на водителей, администраторов, специалистов салонов красоты и служб безопасности спрос напротив снизился. Чемпионат мира по бильярдному спорту пройдет в Новосибирске. Спортсмены уже начали подготовку. Местом проведения станет новосибирский экспоцентр. Просторный зал оснастят всем необходимым оборудованием. Возле бильярдных столов соберутся 120 игроков, а также 50 тренеров и судей из стран Брикса. Помимо России в организацию входят Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. Открытие соревнований по бильярдному спорту запланировано на 17 ноября. Это будет второй подобный чемпионат, проходящий в Новосибирске. В прошлый раз состязания проходили в 2009-м. К этой минуте у меня вся информация. Следите за нашими новостями в следующих выпусках. Хорошего вам дня и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова